Действительно, совместно с Миноборнаукой мы уже приступили к его реализации и в текущих условиях мы сфокусируем работу запускаемых инженерных школ при поддержке наших ведущих российских предприятий, которые испытывают потребность в кадрах, прежде всего в тех областях, где нам именно сейчас нужно наращивать компетенцию. Это и микроэлектроника, и фармацевтика, генетика, агроинженерия и многие другие критически важные для нас направления, что будет работать на экономический суверенитет нашей страны. Для подготовки такой инженерной элиты, как вы сказали, мы в вузах создаем так называемые передовые инженерные школы, и мы их делаем не абстрактно, а именно в партнерстве с нашими высокотехнологичными компаниями, например, такими как Яндекс, Ростех, РЖД, КАМАЗ, Синара, там, где высокий уровень компетенции, международного уровня, и они расположены в регионах конкретных. И часть обучения будет проходить как раз на производственных площадках лучших предприятий, которые в непосредственной близости находятся. Но стержень как раз обучения – это решение прорывных инженерных задач по заданию самих компаний в партнерстве с ними, то, что крайне интересно нашим ребятам. И цель состоит в том, чтобы такие высококвалифицированные выпускники региональных вузов, которые пройдут обучение по этим инновационным программам, они остались работать в своем родном регионе на предприятиях, как вы в Перми видели, предприятиях конкретного промышленного сектора экономики. Вопрос с участием компании в этом проекте ведется, мы его обсуждали уже на площадке РСПП, что очень важно, что школы будут оснащены по высшему классу. То есть там будут суперэкспериментальные лаборатории, цифровые фабрики, технопарки с опытными производствами, с современным оборудованием, мощными вычислительными системами, с хорошим российским прикладным программным обеспечением, что будет, может быть, даже и на уровне, и где-то даже выше тех предприятий, куда пойдут потом работать специалисты по направлениям цифровое проектирование, моделирование, робототехника, искусственный интеллект, большие данные, цифровые двойники, электротранспорт, возобновляемая энергетика и так далее. И уже в мае этого года по результатам конкурсного отбора, как вы сказали, мы определим 30 вузов, на базе которых будут эти пилотные передовые инженерные школы, потом их будет около 100, и до конца года будут разработаны 30 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров. Но ключевая задача на данном этапе, конечно, это ускоренная подготовка профессорско-преподавательского состава и привлечение инженеров-практиков к преподаванию в школах нового формата. То есть преподаватели сами должны быть на уровне ведущих специалистов предприятий, даже выше их.